Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать всех, кто сегодня нашел возможность выйти в эфир. Но здесь я бы вот так вот вопрос не ставила, что благодарю вас за возможность присутствовать сегодня и поработать на сегодняшнем вебинаре. Все-таки сегодня вебинар заключительный, у нас завтра с вами заканчивается обучение на нашем дистанционном курсе, и поэтому сегодня на заключительном вебинаре, который у нас указан в графике работы на курсе, этот вебинар обозначен как заключительный, и мы бы хотели видеть здесь всех, кто работал на курсе, кто является его участником и у кого получилось разработать индивидуальную образовательную программу для одаренного школьника. К сожалению, коллеги, здесь я вижу незначительное количество тех, кто работает на курсе, и это даже не печально, это даже, скажем, рискованно не присутствовать на заключительном вебинаре и не представить свою разработку. Хотя, еще раз повторю, график висит на странице курса, новость опубликована, про то, что мы будем представлять итоговые разработки я говорила, но, в общем, имеем, что имеем. Очень жаль, коллеги, что вы не нашли возможность принять участие и представить свою работу. Я еще раз говорю, это мероприятие должно было быть обязательным. Итак, коллеги, те, кто сейчас присутствуют, думают, как они смогут выйти в эфир и как они представят свою работу. Пока коллеги думают, как они это будут делать, я хочу перейти на дистанционный курс и показать то состояние дел, которое сейчас на курсе происходит. Итак, уважаемые коллеги, наш курс, 9 заданий, удостоверение на 144 часа, из которых 70 часов вашей самостоятельной работы. 70 часов самостоятельной работы. Не устаю про это повторять всем вам и каждому отдельно, что 70 часов на курсе были отведены для самостоятельной работы, для изучения учебной, методической, различной другой литературы относительно предмета разработки. И 74 часа отведены на непосредственную разработку различных разделов вашей индивидуальной образовательной программы. Здесь необходимо дополнить, что мы с вами разрабатываем индивидуальную образовательную программу для одаренного школьника, для конкретного. Мы с вами составляли эссе об одаренном ребенке, для того, чтобы нам, преподавателям, было понятно, относительно какого ребенка, относительно какого образовательного запроса наполняется содержание программы и так далее. В целом хочу отметить, что обучение на курсе было успешным, большая часть коллег работы выполняли ответственно, содержание разрабатывали в соответствии с теми знаниями и умениями, которыми обладают педагоги и школьные команды. Но на протяжении всего периода времени, которое мы уже проводили не один курс повышения квалификации, это был 2017, 2018, уже 2019 год, третий год, мы видим, что необходимо продолжить работу по сопровождению ваших разработанных программ. То есть все как и в реальной жизни с детьми, разработали индивидуальную образовательную программу, реализовываете ее и необходимо отслеживать, осуществлять мониторинг результативности в рамках данной разработки. Но в рамках ЕОПС это смотрится на уровне детей, а в рамках нашей деятельности наше Министерство образования Красноярского края ставит задачу о мониторинге результативности реализации индивидуальных образовательных программ. Поэтому здесь хочу сказать, что вся ваша деятельность и все ваше понимание сущности всех процессов не осталось без внимания. И в следующем полугодии мы будем планировать совместно с вашими администраторами, с вашими директорами, заместителями директоров, кто курирует работу с одаренными детьми, мы будем планировать мониторинговые визиты в ваши школы и работу с вами и с тем ребенком, для которого вы разрабатывали ЕОПС. Работать по тому пониманию, как все-таки на месте индивидуальная образовательная программа реализуется, как те самые разработки, которые вы представили в рамках данного курса, вообще воплощаются в жизнь в школе. Что ребенок про это знает, как он соучаствует и как мы с вами будем понимать ту самую результативность реализации ЕОПС. Поэтому мой посыл касается только того, что в конце данного курса повышения квалификации у нас есть такой раздел, называется финальная версия ЕОП и финальная сборка ЕОПС для конкретного ребенка. Вот здесь нужно собрать весь тот материал, который вы разрабатывали. Если вы получали зачет, это значит, что разработанное содержание соответствует, ну, в каком-то определенном процентном соотношении, соответствует тем представлениям, которые должны были случиться. Если вам никаких рекомендаций не писали, то значит, соответствовало нашим ожиданиям. Поэтому, коллеги, вот на том первом уровне, который вот случился в рамках разработки ЕОП, он сейчас вполне жизнеспособен, дееспособен и он может принести определенный результат для ребенка. Поэтому финальную сборку делаем по всем разделам. У нас их 9. И итоговый документ подписываем фамилии вашей группы или фамилии педагога, если это была индивидуальная разработка. И указываем название муниципалитета, школы, фамилию ребенка, для которого разрабатывали. И прикрепляем как один документ, как одна индивидуальная образовательная программа для конкретного ребенка. В финальной сборки завтра я хочу увидеть все ваши работы. Для того, чтобы, еще раз повторю, для того, чтобы в следующем полугодии посмотреть, как происходит их реализация и на какой результат способна данная программа вывести. Был такой вопрос от некоторых наших коллег по поводу раздела «Результаты реализации ЕОП», чем этот раздел наполнять и как отражать то содержание, которое здесь необходимо. В комментарии к заданию было важно отразить, какие конкретные положительные изменения должны быть достигнуты школьниками в результате реализации ЕОП, за счет каких конкретных действий эти изменения могут быть замечены, доказаны, оценены. Ну то есть вполне себе очень понятно и конкретно написано, что нужно отразить вот в результате реализации ЕОП, а какие такие методы их мониторинга, фиксации можно зафиксировать. Итак, коллеги, вот первое, с каким результатом мы работаем, это участие детей в различных олимпиадах, конкурсах, состязаниях на различном уровне. И мы вам неоднократно говорили, что в рамках данного курса повышения квалификации мы разрабатываем программу для ребенка, который уже продемонстрировал некоторые способности, задавки в определенном предмете или предметном направлении. Ну либо это там физика, биология, история, литература, иностранный язык любой, либо это направление предметное, такая как журналистика, философия, социология, востоковедение и так далее. Не важно. Поэтому нам важно понять, в каком количестве интеллектуальных состязаний поучаствовал ребенок и какой результат своего участия он получил. Поэтому не устаю повторять о том, что существует база данных «Одаренные дети Красноярья». Все вы понимаете, что ребенок попадает в базу данных, ну буквально попадает, а именно заносятся его достижения на различном уровне в соответствии с теми олимпиадами, конкурсами, состязаниями, которые содержатся в двух перечнях. Один перечень подписывается Министерством просвещения Российской Федерации и утверждается в начале учебного года. А второй перечень утверждается Министерством науки и высшего образования, так скажем, вузовский перечень, который также утверждается в начале учебного года. Эти два перечня действуют уже очень много лет, ежегодно обновляются. И в этом году в перечне Министерства просвещения 224 пункта различных олимпиад и конкурсов по различным предметам. А в следующем перечне науки и высшего образования 71 пункт вузовских олимпиад. Конечно, нужно понимать, что в обоих перечнях те олимпиады и конкурсы, которые представлены, например, под пунктом 4 в перечне Министерства просвещения указана олимпиада высшая проба. В данной олимпиаде она одна, строчка одна, но внутри, если вы откроете положение о проведении олимпиады, указано 25 предметов и направлений, у которых еще и различный уровень. Первый, второй или третий. Но нужно понимать, что все 224 пункта – это олимпиады различные, каждый несет свой уровень предмета. Поэтому необходимо раскрыть каждое положение, понять, где какие предметы и направления учитываются, и предлагать детям. При этом, коллеги, я также не устаю говорить о том, что прежде чем предложить детям выбрать ту олимпиаду, в которой они хотели бы поучаствовать, необходимо самим понимать, что для вас, как для учителя-предметника, является тем самым топ самых-самых-самых-самых олимпиад, в которых вы понимаете, как устроены олимпиадные задания, какие типы заданий учитываются, на каком уровне, и что это дает в качестве поощрения и бонуса самому одаренному ребенку. Вот на основании того, в каких конкурсах, олимпиадах, состязаниях ребенок участвует, и зависит, какой результат попадет в базу данных «Одаренные дети». При этом надо отметить, и вы все про это должны знать, что даже если ребенок был участником определенной олимпиады, не стал ни призером, ни победителем, в любом случае балл заносится в систему. Если стал победителем или призером, то, соответственно, этот рейтинг и балл, он становится выше. Поэтому в рамках девятого задания мы один из критериев оценивания результативности рассматриваем именно то, в каких конкурсах, состязаниях, олимпиадах из перечней Министерства просвещения и науки высшего образования ребенок поучаствовал, сколько этих самых состязаний и в каких он преуспел. При этом надо отметить следующий момент, что чем раньше ребенок погружается в участники Олимпиад, тем больше у него шансов через 2-3 года многократного участия в одной и той же Олимпиаде стать победителем или призером. Потому что, с одной стороны, ребенок приобретает опыт, а с другой стороны, он понимает, как устроены типы заданий, он готовится. Школа участвует в его углубленной подготовке по соответствующему предмету, направлению. И за счет адресной поддержки в рамках его индивидуальной образовательной программы способствует повышению результативности участия школьника во всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах. Значит, это один тип результатов реализации индивидуальной образовательной программы. Следующий результат реализации ОПП может быть относительно самого ребенка, который для себя понимает, что есть для него результат реализации его собственной программы. В чем преимущества, в чем конкретные изменения его предметной подготовки. И поэтому, конечно же, с одной стороны, это педагоги и оценивание результативности относительно учителей, которые сопровождают, или даже, можно сказать, правильнее, школьной команды, которая сопровождает одаренного ребенка. А с другой стороны, оценивание результативности относительно ребенка, который говорит и понимает, что какие изменения с ним происходят. Поэтому, коллеги, в девятом задании важно отметить, выделить вот эти самые олимпиады, конкурсы, в которых ребенок участвовал или будет участвовать после того, как вы начнете реализовать индивидуальную образовательную программу. Так скажем, наметить путь, тот самый путь, который будет понятен для всех субъектов относительно реализации индивидуальной образовательной программы и успешности тех разработок, которые вы внутри запланировали. Собственно, вот все, что я могу добавить по девятому заданию, потому что в первом приближении необходимо говорить про конкретные изменения, про конкретные результаты. И на этом, я думаю, что можно в рамках этих курсов повышения квалификации и поставить точку. Вот здесь есть еще такое интересное слово «мониторинг», мониторинг результативности. Ну, мониторинг – это понятие, наверное, более широкое, и оно как бы не только оценивание результативности относительно достижений, но и мониторинг, наверное, тех, того образовательного запроса, который ребенок формирует к школе, формирует относительно собственной дальнейшей предметной деятельности, своего погружения в определенную сферу, определение того профессионального развития, которое предполагается по окончанию школы, потому что все мы понимаем, что конечная цель – это стать успешным в современном мире и на рынке труда. Выйти из школы с тем выпускником, который будет востребован, который сможет в дальнейшем получить образование, неважно, будет это вузовская система или среднее профессиональное образование, какими знаниями, умениями, компетенциями будет обладать выпускник, для того, чтобы качественно продолжить свое обучение и быть востребованным на рынке труда, в мире высоких технологий и так далее, и так далее. Поэтому мониторинг деятельности – это более широкое понятие. Здесь можно оформить в виде таблички, в виде каких-то тезисов, но это требует определенного понимания и разработки внутри образовательного учреждения. Вот, уважаемые коллеги, вот сейчас я здесь поставлю точку, со мной работает сегодня на вебинаре Михаил Сергеевич Аверков, который также является преподавателем данного курса, который участвовал в проверке ряда работ, и он сейчас дополнит меня вот теми сюжетами, которые еще можно включить как ответ на задание 9. – Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну вот, в самом деле, по 9 заданию Аксана Николаевна сказала большую часть. Я бы привел в качестве примера, ну вот, не побоюсь именно примера, в плане 9 задания коллегами из Ужиловского района, Аксии Владимировны и Елены Владимировны. Вот, в их задании именно что сделана табличка, где четко показано соответствие результата, его базовых показателей и того, как мониторить данный результат, какие методики для этого применять. Единственное, что мне, ну, по крайней мере, в первом приближении показалось, что коллеги из Ужиловского района задумали и испытывать более сложные, более многоплановые, объемлющие, так сказать, методики проверки, методики мониторинга, чем запланированные результаты. Поэтому я, поставив зачет, написал в рекомендациях, что все-таки желательно отнести результаты и формы мониторинга. Ну, то есть, как бы там в качестве результатов указаны победы в конкретных стандартах, в качестве мониторинга и измерения компетентности, и сопоставление полученного в этом году результата с аналогичными результатами прошлого года. Вот. Поэтому, или все-таки, может быть, требуются менее сложные, менее трудозаратные формы мониторинга, или, наоборот, имеются в виду более сложные, более, в этом, в этом, в смысле, ценные формы результатов, и нужно понять, что у вас на самом деле является результатом, а что показателем. И, может быть, победа в конкретном мероприятии, в конкретном состязании у вас только показатель, а результат, допустим, формирования сложности решать задачи определенного типа, которые используются в данном типе Олимпиад или иных состязаний. Вот. Или, может быть, все же для вас результат, это увеличение числа победителей данного состязания, и, в этом плане, это в большей степени результат такой социальный, чем образовательный, и так далее. Но, все равно, вот, разработку Елены Владимировны и Анна Софии Владимировны, я бы пока что приводил как образцовую, именно по четкости соотнесения. Еще раз, результат, то есть, что изменилось в школьнике или в социальной ситуации, его образовательной ситуации. Дальше, показатель, как по какому непосредственному признаку мы можем это и ныне видеть, это или победа в конкурсе, или повышение успешности в ответах на вопросы в ходе внеурочной деятельности и так далее. И форма мониторинга, это специализированные исследования, тестовые какие-то методики, проективные, кейзовые и так далее, которые показывают, насколько способность школьника к решению задач данного типа, она устойчива. Насколько он может переносить этот способ с одного задания на другое похожее, другое однотипное. Вот. Ну и на самом деле, коллеги, пока что вот по уровню 9 базовая рекомендация определяется результаты какого статуса вы желаете получить. И статус я бы пока что условно делил на три уровня. Первый уровень непосредственный. В качестве результата мы рассматриваем конкретную разовую победу в том или ином состязании. И здесь на самом деле в плане, ну, у показателя все просто, показатель тождественен результату. То есть мы не желали победы в Олимпиаде Н, мы получили данную победу, скажем так. Мониторинга, возможно, и не требуется. Ну вот диплом о первом месте, честование и так далее. Результаты второго типа более сложные. И вот здесь мониторинга требуется. Это результаты, связанные со способностью выполнять Олимпиадное задание о определенном уровне сложности, о определенной тематике, о определенными типами заданий. И вот здесь мало просто победить в отдельной Олимпиаде. Бог его знает. Возможно, данная победа была и случайной. А нам необходимо понять, а может ли школьник дальше побеждать в Олимпиадах подобного типа. Может ли он способ своей работы перенести, скажем так, по крайней мере на другие задания по тем же тематикам, а дальше может быть на задания аналогичного типа по другим темам и даже по другим предметам. И вот уже здесь победа в Олимпиаде только показатель. А результат – это именно обладение способа решения задач того или иного типа. И в качестве мониторинга уже требуется, наверное, дальнейшее пробное прорешивание задач схожего типа. Или задач смежных типов, чтобы понять, а может ли школьник и используя свой полученный опыт научиться решать новые, похожие, но другие задачи, скажем так. Ну вот, здесь делаю отступление коротенькое. В плане того, о чем говорила Акция Николаевна. У разных Олимпиад и других интеллектуальных состязаний типы заданий разные. Ну вот, пока что я люблю приведить примеры в плане заданий по истории и обществознанию. Здесь пока что в существующем перечне есть два полюса. Полюс первый – это Всероссийская Олимпиада школьников и Олимпиады, схожие с ней по типу заданий. Там требуется все-таки знание фактов, понятий и умение выстроить между ними согрелательную логическую связь. Вот, значит, и задание усложненного типа – это выстраивание собственных рассуждений, но тоже по поводу некоего известного факта или суждения историка, либо социолога, политолога по поводу известного факта. И второй полюс – это задание Олимпиады Школы Экономики, Олимпиады Высшая Проба, там, где требуется использовать факты, понятия и так далее для того, чтобы решить значок проблемного типа, на который готового ответа ни в школьной программе, ни в процессе подготовки к Олимпиадам нет. Скажем так, там, где ответ необходимо выстроить и сконструировать самому с опорой не только на знания, но и на методологию исследования, на методологию рассуждений по данному предмету. Поэтому, когда вы определяете результаты, вы понимаете, под какой тип заданий данные результаты. И, в самом деле, ваш результат – это просто решить данную Олимпиаду во что бы то ни стало. И потом не ночь решить ни одну следующую Олимпиаду даже такого же типа. Или суметь, или научиться побеждать во всех Олимпиадах данного типа по данному предмету. Или еще шире, научиться осваивать новые типы заданий, новые типы Олимпиад, скажем так, и побеждать в широком круге Олимпиадных состязаний. Ну вот здесь я, пожалуй, закончу и готов отвечать на вопросы. Уважаемые коллеги, ну вот сейчас Михаил Сергеевич сущностно и по содержанию дополнил, чем предполагаем мы должен наполнен быть этим разделом, каким содержанием должен быть наполнен раздел, привел примеры, достаточно очень хорошо осветил этот вопрос. Поэтому, если у вас есть еще вопросы, я еще раз повторю, что курс заканчивается завтра, мы с вами проходим анкетирование, одна группа проходит анкетирование сегодня, я выставила новость в новостном разделе, прошу отреагировать и включиться в этот процесс, потому что если вы не пройдете анкетирование, я не смогу вам выдать удостоверение, поэтому прошу выполнить последнее это действие. Я жду от вас финальную сборку вашей программы, анкетирование первая группа сегодня, вторая группа завтра, поэтому прошу поучаствовать в процессе. И, уважаемые коллеги, сейчас, пока вы думаете над тем, какие вопросы у вас есть по поводу содержания курса, я хочу сказать следующее. Мы сегодня планировали послушать те педагогов и те школьные команды, которые участвовали в разработке индивидуальных образовательных программ. Вчера про это еще раз написали, чтобы вы были готовы и вышли с нами на связь. Сейчас я прошу откликнуться тех, кто готов представить свою разработку. Выйти в эфир и коллеги, и мы вас послушали бы. Потому что дело в том, что вы же работаете все в индивидуальном формате и ваши коллеги в группе, которые, к сожалению, не знают, чем занимается каждый из вас, что у нас получилось, какое содержание каждый из вас разработал. И вот как раз сегодня тот день, когда мы можем послушать друг друга, вернее, мы-то знаем, что вы делаете, а вот коллеги, вы между собой, вы, к сожалению, не знаете, чем занимается каждый из вас в рамках разработки ИОП. И ваши разработки на самом же деле у всех разные, но с одной стороны дети разные, а с другой стороны тема одна – работа с одаренным ребенком, разработка индивидуальной образовательной программы для одаренного ребенка, для ребенка, который обладает способностями и задатками, который их уже продемонстрировал. Поэтому мы знаем, о чем пишете вы. Вы не знаете, о чем пишет каждая ваша группа. По некоторым соображениям я не могу выставить все ваши разработки, например, там в специальном месте в рамках, например, кого-нибудь форума, где вы все могли бы зайти, скачать, прочитать и как-то отнестись. Но это, с одной стороны, неправильно, с другой стороны, никто из вас на это согласие мне не давал, я в этом смысле поступать так не могу, действовать так не могу, мы так не договаривались. Поэтому вот сегодня еще раз повторю, тот день и то место, где мы представляем, вы друг друга слушаете и понимаете, чего в вашей разработке не хватает, как вы можете улучшить свою программу теми сюжетами, которые есть у ваших коллег. Поэтому прошу вас сейчас в чате обозначить, кто готов выйти в эфир. Ну вот, например, вот Михаил Сергеевич тут уже хвалил Ужурский район, коллеги действительно своевременно все оформляли, делали достаточно на высоком содержательном уровне. А у нас есть много других коллег, которые тоже получили, у которых тоже получилось интересно оформленные индивидуальные образовательные программы. Вот Ольга Павловна Трофимова, пожалуйста. Коллеги. Коллеги, вот я сейчас нахожусь на самом деле в затруднительной ситуации. Я не могу понять, в чем у вас проблема. То ли вы технически неподготовлены, то ли вы испытываете профессиональные заструднения в представлении продукта, который вы разработали, то ли вы надеетесь, что все выступят, а вы просто послушаете. Но, коллеги, все мы взрослые люди и все мы понимаем, что бесконечно долго ожидать обратной связи, но мы не можем. Я не могу молчать. Вы не можете говорить, потому что у вас, у кого-то нет микрофона, вот тут пишут. Кто-то просто не готов, кто-то не хочет, кто-то еще что-то хочет. Ну, коллеги, еще раз говорю, мы все с вами взрослые люди, поэтому если у вас есть веб-камера, но нет микрофона, вы можете выйти в эфир. Если у вас ноутбуки, у вас встроенный микрофон, мне подсказывают вот наши коллеги, кто сопровождает эфир. Мы приехали послушать всех, но сами выступить не готовы. Коллеги, это неприемлемая ситуация. Это неприемлемая ситуация. Мы сейчас подводим итог нашему сегодняшнему вебинару. Я вам серьезно говорю, вот прям серьезно ответственно говорю. Эта тема вообще держится на контроле не просто ректором института повышения квалификации. Эта тема держится на контроле Министерства образования Красноярского края. Поэтому, коллеги, я сейчас прекращаю наш сегодняшний вебинар, но в разделе финальная версия индивидуальной образовательной программы я завтра вечером, завтра в конце дня я жду все разработанные вами индивидуальные образовательные программы. И прошу в заголовке программы в названии файла указать фамилии разработчиков или фамилию разработчика и муниципалитет школу. Ну и, конечно же, я очень удручена тем, что сегодня вы были не подготовлены для того, чтобы представить свою индивидуальную образовательную программу. Коллеги, благодарю всех за работу на курсе. Еще раз говорю о том, что у нас проходит анкетирование и выдавать удостоверение я буду на основании анкетирования и представленной финальной версии ИОП. Если финальной версии ИОП финальной не будет, то я, к сожалению, это сделать не смогу. Благодарю вас за внимание, за работу на курсе. Желаю вам всяческих успехов, желаю, чтобы результативность работы с одаренными детьми была лучше, выше, чтобы достижения росли, чтобы база данных пополнялась и вам это приносило удовольствие, пользу и ваш профессионализм он был только качественнее и лучше и помогал вам в жизни со всех сторон, которые приносят пользу. Поэтому, уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова